пускай полежит пять минут потом соединим это обычный контактный клей типа момента вот как в тюбиках только он есть в килограммовых банках вот видите когда клей подсыхает вы его просто соединяете и он как бы держится ну что вот так у меня получилось здесь конечно я тут зашил как смог здесь подпилил подклеил сейчас пробуем вставляем ну что теперь намного лучше теперь с обеих сторон подпорка работает а то она вообще была просевка привет друзья вчера вернулся из сталина и решил сделать дальше проект продолжать самодельный автодом из говна и палок значит что я сейчас делаю я занимаюсь проблемными местами в передней части автомобиля внешними проблемные места я уже показывал как-то в ранних там выпуск как что вот здесь вот почему-то здесь на крыле и на капоте облетает краска вот я ее уже зачистил кто так краска пробретал я уже зачистил с этой стороны все зачистил сделал вот с этой стороны сейчас буду начинать вот видите вот она вот так вот шелушиться вот и так вот видите по всей машине я не знаю что за проблема может они там красили мокрый по мокрому как-то на заводе и вот так вот краска на многих автомобилях шелушиться и вот надо ее то которая краска уже отшелушилась ее снять и загрунтовать по новой покрасить сверху потом срежу уже стекло потому что вот видите эти места попадали вот камушки вот видите вот жучки вот эти все жучки надо вычистить тоже и после этого уже мы сюда вклеим новое стекло после того как покрасим потому что это стекло у меня ведь вот как назло вот самый вот сюда вот в этот край попал камень и поэтому все стекло лопнуло прям пополам машины высокой поэтому приходится работать вот с такой стремянки она шатается но все равно дело подвигать ну вот и все срезали мы салоном стекло ушло где-то на полчаса у нас но я вижу что стекло уже меня на и потому что на заводе так вот шов не делать такой и здесь видно что уже видите вот здесь праймер наносили вчера облил кислотным грунтом первый слой весь открытый металл но где был металл чистил я где была ржавчина зайцы обнаружил еще ржавчину вот в этих местах под резинкой здесь вот намазал вручную сейчас немножко тоже пройдусь вот и уже будут грунтовать вторым слоем но обычный акриловый грунт так у меня получилось почистить внутреннюю кромку сейчас загрунтую кислотным грунтом эту сторону и другую а потом уже буду обычный грунт наносить уже машину покрасил вот решил показать как я крашу вот в огороде обычным пистолетом древним сейчас немножко подрегулирует вот так вот Сейчас немножко он подвялится, и я второй слой сделаю, да и все. Вот и гляньте, блестит, как у Ката-яйца. Этот капот даже новый, таким не был красивым на заводе. Вот так вот можно в огороде покрасить. Это фургон, это легковая машина, тут нечего стесняться, нечего бояться. Если даже какая-нибудь пчела или комар прилипнет, я его просто немножечко пошлифую и сотру его, шлифаную, заполирую, да и все. Давайте я вам покажу, как я здесь красил. Вот красил с этой лестницей, поэтому красить было крайне неудобно. В общем плане нормально. Я ничего не шпаклевал, ничего не выравнивал. Была цель просто убрать ту краску, которая шелушилась, все хорошенько зачистить ржавчину, раковину, всякие вот эти жучки убрать, все убрать и залить по полной, что я в принципе и сделал. Ну все, за сегодняшний день я собрал полностью переднюю часть своего фургона, из которого буду делать автодом. Вот единственное, что мне здесь вот и не понравилось, как вот этот пластик, куда складываются дворники, он какой-то весь волнистый, топырился. Я его сначала пытался приклеить на автомобильный двухсторонний скотч. Все обезжирился, сделал, я его приклеиваю, он к стеклу хорошо приклеился, а к пластику он постоянно отскакивал, и я несколько раз сзади него пытался опять приклеить. Он на солнышке нагревался, пластик опять отскакивал в каких-то местах, и я на это забил, снял вот этот весь пластик и приклеил его на тот же самый клей, на который я клеил стекло. И в некоторых местах, вот где он горбатится, да, этот пластик, я вот подложил пенопласт, сделал упор в этот капот, ну и завтра как-то все приклеится, я пенопласт уберу, скотч уберу и протру аккуратненько. Здесь потому что кое-где, видите, клей повылазил, я бензинчиком его уберу, и я думаю, что будет все нормально. Завтра уже поставлю дворники, и уже все будет в порядке. Ну что, наверное, вчера я вам показывал уже, да, что собрал, морду уже, осталось поставить только брови и подрегулировать еще капот, потому что капот я поставил наугад, немножко он низковат. Вот так, сейчас мне надо эту машину каким-то образом завести, а у меня здесь вот такой вот, видите, мне надо поставить аккумулятор, поставить, собрать всю панель вот здесь вот. предохранители, и вот видите, здесь вообще ничего не стоит, вот все это собрать, чтобы ее маленько назад на ней сдать, и чтобы автодом выехал. Старенький наш автодом, завтра едем на Читское озеро, первый наш выезд, и поэтому надо завести эту машину, чтобы сдать назад на ней. Все, давайте начинать, сейчас я здесь что-нибудь соберу, чтобы она поехала, и поедем. Итак, чтобы собрать всю эту вот шнягу, да, здесь вот я воспользуюсь методом, таким быстрым, самым быстрым методом, называется он метод научного тыка. Сейчас я буду втыкивать, втыкивать вот эти все разъемы вот в эту вот штуку, да, вот, и куда какой будет подходить, там такой и буду оставлять. Этот метод очень такой, как бы очень такой хороший, и при помощи этого метода очень быстро вообще собирать машины. Самый такой надежный метод, куда подходят, туда и вставляем. У нас идет оттуда, наверное, оттуда, и сюда, сейчас тазик поставим. Так, тазик здесь, вот сюда вставляется, я его отмыл. Так, вот, тяжеленный. Это у нас должно вот так, по идее. И это у нас должно быть вот сюда, толстый провод. Вот я везде гаечки оставлял, чтобы потом не париться. Вот так. Так, сюда. Еще там, помню, что-то было с той стороны. Сейчас посмотрим. Этот модуль ставится вот здесь, вот в этой стороне, вот, хотя вот эта четвертая длина, здесь вот стоит такой вот, ну, блок под охранители, да, и тут две релюшки, две релюшки даже. Но вот на второй длине здесь ничего нет в этом месте. Но это может быть, знаете, для чего? Для вот бокового освещения, для лампочек бокового, для габаритов. И вот здесь тоже, да, надо соединить, наверное, я так думал. Как-то, как-то вот так. О, ну, теперь точно поможет. Так, здесь я ничего не отключал. Так, здесь у нас все как бы, как было, так и есть. Все на месте. Ну и все. Будем сейчас пробовать. Какую нахрен пробовать? Массы нету. Массу надо еще прикрутить. Пробовать, блин. Пробовальщик, елки-палки. Вообще, пробовальщики сплошные собрались одни тут, пробуют чего-то. Никак попробовать не могут. Вроде как, должно заработать. Плюс. Ой, минус цепляем. Ой-ой-ой. Все как зашипело. Обовика. Или поворотник. Ну, давай. Да. Зарядка заряжала-заряжала, а толку никакого. Вот он, аккумулятор, я не знаю, что с ним делать. Надо будет побольше поставить на зарядку. Поставил другой. Давайте попробуем с другого стартануть. Он вроде как повеселее. О, другое дело. Горят подушки. Потому что сидение не установлено. Все нормально. Сейчас заднюю сдам. То есть метод тыка сработал. Все заработало. Все без проблем. Так что, пользуйтесь, народ. Вчера остатками краски закрасил дно своего... Ну, дно будущего автодома. Ну, где-то запылил. Где-то попал на провода. Но это неважно. Ну, вот смотрите, как получилось. В принципе, почти как заводское. Вот. Я сильно здесь, конечно, не выделался так. Почистил. Сами вы видели, да? В прошлой серии вроде я показывал, как я делал вот эти вот швы. Вот. Замазывал, все чистил, грунтовал. Да. И вот так вот получилось. Ну, не хуже, чем на заводе. Вот теперь сегодня подожду. Вот она еще немножко липнет. Вот. Немножко липнет. Подожду, пока еще завялится за сегодняшний день. И уже буду собирать кабину. И... В принципе, здесь уже делать нечего будет. Немножко протру все. Вычищу. Продую. Соберу здесь. И уже начну заниматься непосредственно автодомом. Будем уже вырезать люки. Будем уже вырезать люки. Уже позволяет там погода. Ну и начнем, наверное, с того, что будем искать место, где будет располагаться у нас сидение. Двушки, да. Одно будет с этой стороны, другое с этой стороны стола. Ну и, соответственно, будем искать место для крепления. Будем сверлить пол. Ставить снизу какие-то усилители. Ставить сверху какие-то усилители. Между собой будем скручивать. Но на эти усилители уже будем ставить, крепить кресло. Народ разбирает старое кресло. Вот кресло, которое разбиралось в кровать. Да, кресло-кровать. Не знаю, как они вот назывались раньше. Но вот из кресла можно делать кровать и на нем как бы спать. Да, вот обратите внимание, из какого говна и какого качества вот изготовления было вот изготовление раньше. Ну и сейчас, я думаю, не лучше, потому что я недавно там немножко делал жестче свой диван, который был куплен несколько лет назад. Производство Польши там вообще было жесть. Посмотрите, даже вот здесь вот даже доска, смотрите, с корой даже вот об золото или как вот правильно называется, не был снят с доски. То есть внутрь просто перевернули доска, но и не видно и нормально. То есть здесь вот налеплено бам-бам-бам вот этими скобками, здесь тоже скобками бам-бам-бам. Какой-то кусок фанеры отрезанный неровно, с такими вот заусеницами. Здесь вообще как будто бы грызли, смотрите, доску вот здесь вот взяли. Здесь по идее это типа уголок, наверное, или усилитель, чтобы доска вот эта не крутилась. Они взяли вот так вот, обгрызли вот эту доску, смотрите, как и здесь вот с этой стороны, смотрите, как, то есть как будто ее там, знаешь, такой вот старой пилой, который уже не пилит. Просто пилили, вот и бац-бац-бац, просто сколачивали на заводе. Вот так вот делают мебель, а потом ее вот впаривают за бешеные деньги. Ну вот так же автодома строятся, заводские, примерно по этой же технологии. Вот, ну там, конечно, все поаккуратнее, все сделано, но все равно вот принцип тот же самый. Продать ничего не стоящее сырье вам за бешеные деньги. По сути, вот на заводах, да, где делают вот кресла, диваны, они просто делают своеобразные такие вот каркасы, которые обшивают материалом, ну, обклеивают поролоном и обшивают материалом. Я к чему все это вам показываю? Ну, потому что можно вот, если вы не знаете, как сделать то или иное кресло или там диван в своем самодельном автодоме, можно просто взять, раскромсать бабушкино кресло или диван, ну, чтобы не было жалко. Ну, и посмотреть, как оно устроено. Здесь так же, смотрите, видите, доски какого качества используются. Ну, вот, по сути, вот у меня доска валяется здесь во дворе, вот, видите, вот такая вот доска. Вот я ее, ну, не знаю, куда бы ее применил даже, вот, но на заводе по производству диванов или кресел, я думаю, бы ее легко поставили сюда вовнутрь бы, и их не смутило бы вот здесь вот эта вот обгрызанность или вот, не знаю, что это, гнилье может быть. Они бы с удовольствием бы его вот сюда вовнутрь поставили и закрепили бы, и все было бы в порядке. Вот, как вот эту доску, например, прям с корой, видите, вот, прям с корой. И что, нормально бы отходил этот диван, ничего с ним не было бы, вот как этот, да, то есть, ну, подумаешь, здесь кора, подумаешь, там обгрызли. Вот, ну, он отслужил свое, и теперь я его разбираю, чтобы снять вот эти вот механизмы, на всякий случай пускай они будут. Ну, и заодно я вот смотрю, набираюсь опытом, как все это дело устроено. А устроено здесь очень-очень все поэлементарному. Ну, вот, сделаны просто вот такие вот, как бы, из досок, как бы, каркасы, да, которые между собой просто-напросто вот так складываются при помощи вот этих вот механизмов. Здесь также вот есть петли, смотрите, вот здесь обычные такие вот петли, огромные, массивные, закручены даже не на все саморезы с завода, видите, закручены, еще закручены, главное, на разные саморезы, но, наверное, это уже со временем. Но вот эти вот крайние не было, вот доски здесь даже не хватает, вот видите, я вам покажу. То есть, если бы даже их на заводе пытались закрутить, они бы их никуда не закрутили, потому что тут просто нет ничего. Вот, на два самореза, вот так, на заводе, ну и все нормально. И, смотрите, шайбы используют с отверстием М8, а закручивают гайками шестеркой вот эти вот крепления. То есть, тоже особо не заморачиваются, наверное, вот смотрите, здесь вот маленькая шайбочка, а здесь вот большая. Ну, не было там у этого монтажника, который собирал этот диван, ну, маленькой шайбочки, ну, была большая, взял, поставил большую, закрутил. Вот, держится нормально, ну, и что, и пойдет. И так сойдет, господи. Вот так вот собирает мебель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прежде чем собирать бардачок, прежде чем все здесь вставить и прикручивать, хочу сразу поменять салонный фильтр, который находится здесь. Я обычно, когда снимаю фильтр, да, я снимаю бардачок, чтобы его было легче вставить. В комментариях написали, что так делать не обязательно, можно просто открутить вот эти три болтика, опустить люк вниз и так же поменять. Давайте сейчас попробуем, я откручу только три болтика, не буду я откручивать бардачок, полностью снимать. И попробуем, смогу ли я поменять фильтр или нет. Это все это трудно стягиваться, боюсь сломать. Сейчас посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, не поменять здесь все равно. Придется все равно откручивать добро. Так что не знаю, как товарищи меняют фильтры, не разбирая бардачки. Вот тут даже на новой модели тоже ничего не сделаешь. Все равно пришли к тому, что нужно откручивать бардачок. Так, здесь еще надо нажимать, нажимал. Короче, вот он фильтр. И люди, которые писали мне на ютубе, что можно снять фильтр, не откручивая бардачок. Вот смотрите, как сюда вставляется фильтр. Я его не буду вытаскивать, а он вытаскивается, смотрите, куда. Прямо вниз. И если здесь был бы бардачок, я не знаю вообще, смог бы я его отсюда достать или нет. Вот такой вот фильтр. Вот именно ставится вот так, снизу. И смотрите, какой он грязный. Я фильтр вообще на своей машине меняю каждый год. Потому что на следующий год уже печка начинает плохо дуть через салон. Так что, всем советую менять фильтра почаще. Не лезет. Может быть, поменяли элемент, а нет, залезет. Просто я его заказывал на свой предыдущий джампер. Я просто пачками их заказываю, чтобы каждый год не заказывать. Там по три, по пять, чтобы они там у меня лежат. Я каждый год достаю. Один, два там и меняю. Перед тем, как поставить двушку, я все-таки решил подкрасить немножко основание кресел. Ну, у двойного кресла здесь, вот здесь все было ржавое. Прям вот это даже место, как бы оно было прямо ржавое. Но я так его слегка почистил. На окушку поставил вот такой ершик и прошелся. Еще у меня есть поменьше ершик. Я прям вот туда мог им залезть. Ржавчину всю такую рыхлую я сбил. Ну и видно, да, все равно, что здесь вот, ну, как проедено, да, металл. Ну, это, я думаю, не критично, зато не видно вот этой вот сильной ржавчины. И сейчас она подсохнет, я его буду уже ставить. Здесь можно видеть, я тоже вот красил, она уже подсохла, уже поставил. Но вот здесь вот я поленился и не стал. Вот смотрите, как вот страшно выглядят вот это ржавые места вот эти, да. Ну, я потом это кресло буду снимать, когда, ну, уже покрашу. Надо было, конечно, сразу. Мне просто сегодня надо срочно на машине там доехать до магазина, купить ОСБ. Поэтому надо срочно поставить сиденье и поехать в магазин. Вот эта вот матовая краска из Лизла. Она стоит там 3 с копейками. Она очень классно подходит к черной краске, которая покрашена вот всякие основания сиденья. То есть вообще, как бы не отличается вообще. Полку я ставить не буду, потому что я все равно этот потолок буду снимать из-за того, что там буду обклеивать утеплителем. Даже вот в Турции, в самодельных автодомах, вот это вот место вот так вот вырезают. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...